всем привет ну третий день я не думаю что будет прям очень насыщенным как можно заметить пошел дождь холодно в шапке перчатки надену не очень приятная погода ну по крайней мере до александр плац я точно дойду смотрю наверное на фонтан нептуна на там будет видно что будет дальше так что посмотрим немного не доходя александр плац видим вот это произведение фонтан нептуна сейчас попробую показать поближе колоссальное на самом деле на картинках на фотографиях очень внушительная несмотря на то что в принципе не такая особая небольшая но тем не менее очень очень эффектно все это выглядит много достаточно отдельно стоящих пистолет и моржи змеи сзади крокодил он черепаха детишки лазить по нектуну и если можно есть посмотреть красавцы ладно пойдем посмотрим что еще дальше есть на а вот кстати башня или башня ладно пойдем посмотрим что еще есть на александр плац в общем александр плац представляет из себя скопление просто магазинов всяких кафешек турбанистических штук разных поэтому сейчас направляюсь на поиски берлинской стены очень далеко на самом деле идти до того участке берлинской стены на который я в общем-то направлялся походу я очень прошел судя по карте но вот я дошел до знаменитого моста обербаум брюке на заднем плане мы видно это двухъярусный мост через реку вот сейчас пойду к нему поближе подойду там посмотрим что там на нем такого выдающегося в общем я на мосту в этом обербаум брюке красивое сооружение как бы наверно ничего прям такого выдающего себя в нем не видел но тем не менее имеет место быть вот пожалуйста обербаум брюки значит нашел я стерлинскую стену так называемый inside gallery это самый протяженный сохранившийся участок стены думаю нет смысла идти как бы всей длине этой стены и снимать видео я думаю какие-то фотографии найдете уже потом в подчете он скорее всего будет в группе ну давайте я немного пройдусь все таки я тут со стеной вот в таком формате показала немного так вот в общем-то выглядит эта сцена насколько я понял протяженность он около километра на эти несмотря на то что до стены пешком идти довольно долго ну не знаю 40 45 примерно по достаточно жутким районам там разбитые дома графики странные люди это того стоит правда то есть это безумно интересно и правда стоит той дороге которая проделаешь и для принципа от александр плац сторону ландербан брюки в принципе берлинская стена она если брать ее значение в истории беду для берлина это далеко не развлекательная такая программа поэтому та погода которая сейчас стоит здесь сильно дождь холодного очень слякотный ветер она наоборот даже добавляет знаю атмосфера наверное в это препровождение но тем не менее очень 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 интересно я всем советую посетить это это находится прямо около моста обер бам брюки прям вот если с него спускаться идти обратно в сторону теле башни ну в общем то все что я на сегодня планировал посмотреть я уже посмотрел сходил много фотографий достаточно думаю выложу их уже по приезду в москву не знаю что буду делать завтра пока никаких планов нет подумаем в этом вечером в общем до завтра пока пока в общем до сих пор вот 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 Продолжение следует...